добрый день дорогие друзья с вами канал 1 австралии я александр петров я настаиваю на том чтобы наши отношения были доверительные отношения и ваши и мои с учебными заведениями отношения между нами с вами и на этом все базируется доверительность отношений она решает практически все хочу дать вам конкретный пример все те все те визовые тонкости все те документы которые мы с вами готовимся те условия по которым вы приезжаете в австралию все это очень сильно индивидуально и очень почти что интимно потому что когда мы готовим документы ну скажем так нельзя быть более святым как чем папа римский но папа римский тоже сплошь и рядом грешит поэтому для того чтобы получить визу в австралию для того чтобы приехать сюда здесь остаться и и вообще по жизни нам приходится в какой-то степени может быть ловчить и только взаимное понимание взаимное доверие взаимная общность позволяет нам двигаться вперед я знаю что были ребята которые сейчас мои большие друзья которые сдавали меня в департамент иммиграции за то что я якобы что-то использую якобы даю иммиграционный совет и так далее так далее было и такое и сейчас эти люди знают что они сделали и знают что я об этом знаю и все-таки они поняли что они были неправы если бы изначально у нас были доверительные отношения эти бы люди уже были гражданами этой страны но взаимное подозрение неверие в друг в друга это не позволяет двигаться дальше и я бы очень не хотел конечно чтобы какая-то чувствительная сенситив информация да она попала в неправильные руки но вы должны понимать одну простую вещь я ваш образовательный агент ваш не успех является моим неуспехом я не могу допустить того чтобы у вас или закончил фейн роман или вы получили отказ визе или вы проиграли в трибунале я обязан это делать потому что не успех моих студентов не успех моих друзей это мой не успех именно поэтому судят обо мне не потому сколько долларов заработал не потому сколько студентов привез хотя это взаимосвязано а именно потому а насколько успешны мои студенты потому что вот of the mouth зависит именно от этого человек который действительности преуспел и понимаешь что то он сделала многом благодаря мне когда действительности благодаря мне это далеко не всегда так вот этот человек является генератором большого количества новых студентов независимости насколько я финансово успешен вне зависимости сколько у меня там подписчиков в ютюбе и или в контакте или фейсбуке так далее именно успех этого человека приводит десятки других я могу пофамильно назвать людей которые очень здорово мне помогли в том чтобы вы дорогие друзья пришли ко мне и вы тоже сами когда-то пришли ко мне и на 70 на 80 процентов вы пришли по чьей-то рекомендации они потому что вы меня просто нашли в ютюбе или в фейсбуке или где-то еще социальных сетях по поисковой системе нет кто-то вам сказал что быть со мной лучше чем без меня или с кем-то другим поэтому я очень просил бы вас включать этот режим доверия если вы человек осторожный то постепенно когда мы сможем друг другу доверять то что мне очень важно оказать вам помощь когда я не вижу доверия вот в этих случаях стараюсь ограничивать свою помощь и не говорить вам вещи которые могут быть неправильно скажем так поняты в том числе департаментом миграции поэтому дорогие друзья давайте попытаемся друг другу доверять я говорю о новеньких людях если если вы все-таки в чем-то сомневаетесь найдите людей третейских судей найдите тех людей которые будут вам референс на меня давать люди которые расскажут вам о том кто такой александр петров кто он такой человек можно ли ему доверять и дорогие друзья когда мы этот режим доверия включим неплохо бы чтобы в будущем надо было община в которой мы друг другу можем доверять я понимаю что у вас режим доверия между друг другом студентами это гораздо более сложная более чувствительная вещь потому что вы друг другу ничем не обязаны ваш успех или не успех не отражается на другом человеке со мной это легче потому что понятное дело что вы мне можете доверять потому что вы мои студенты вы те люди которые чей успех с моим успехом тесно связаны это принципе одно и то же но даже в моем случае люди осторожные люди уже попали на деньги с какими-то агентами я специально создал механизм когда я как агент не могу зарабатывать на вас деньги нету того механизма я могу только получать деньги от учебного заведения и все-таки постарайтесь шаг за шагом все-таки увеличивать степень доверия и это позволит и мне в принципе помогать вам гораздо больше чем я могу это сделать для человека которому я не доверяю больше спасибо